Здравствуйте! В эфире программа «Экономика». Я, Игорь Китаев, расскажу об основных событиях этой сферы. Начну с данных по исполнению консолидированного крымского бюджета. Поступления за январь составили 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это те деньги, которые Крым заработал сам. Из них львиную долю занимают доходы Республики Крым 1 миллиард 300 миллионов. Остальное – это доходы муниципальных образований. Для сравнения скажу, что наши собственные заработки за январь примерно такие же, как у Одессы и Одесской области вместе взятых. Если их налоги и сборы перевести в рубли, то получится такая же цифра. В былые годы Крым никогда не достигал показателей, как у Одессы. Если же к своим доходам добавить еще и денежное поступление из федерального бюджета, то мы выходим на совершенно новый финансовый уровень. За ушедший 2015 год доходная часть бюджета Крыма была такая же, как у столицы Украины, города Киева – более 90 миллиардов рублей. Вот и в этом году транши с материка не заставили себя долго ждать. В январе дотации Крыму составили более 5 миллиардов рублей. Согласно официальной статистике, поток иностранцев, приезжающих на Украину, снизился в два раза. В 2013 году наша северная соседка приняла 24 миллиона гостей – граждан других стран. Это довольно много. На двух украинцев приходилось по одному гостю. Теперь этот показатель упал вдвое. За прошлый год Украина посетила всего 12 миллионов визитеров из других государств. Это данные Укрстата. В них учтены все иностранцы, в том числе туристы, а также люди, приехавшие на Украину по вопросам бизнеса и личным делам. Падение очень серьезное. Цифры красноречиво говорят о том, что иностранцы резко сократили поездки в эту страну. Но в украинских средствах массовой информации об этом умалчивают. Там предпочитают говорить о снижении потока отдыхающих в Крым. Весь 2014 год тамошние патриоты смотрели на наши пляжи через веб-камеры и радостно говорили, что туристы на полуостров больше не едут. Давайте разберемся в статистике детально. Самым успешным для Крыма был 2012 год – более 6 миллионов отдыхающих. Это рекорд за постсоветские годы. В 2014 году заметно меньше – 3 миллиона 800 тысяч. Но это падение не в 10 раз. И даже не в 2 по сравнению с максимальным, а всего на 38%. В 2015 году началось восстановление. На наши курорты приехало 4 миллиона 600 тысяч человек. Это довольно близко к цифре, которая была 12 лет назад, в 2004 году. Разница незначительная. Тогда отдыхающих было всего на 300 тысяч больше, чем в прошлом. В этом году есть хорошие шансы перешагнуть через планку 5 миллионов, и мы снова выйдем на обычные для Крыма показатели. А вот у Украины шансов вернуться на уровень 2013 года мало. В стране небезопасно. Она наводнена нелегальным оружием. Резко возросла преступность. Жители других государств это знают и не спешат покупать билеты. Поступила новая порция данных от Крымстата. Среднедушевой доход за декабрь составил 24 200 рублей. Считается он так – все доходы крымчан, включая зарплаты, пенсии и пособия, делятся на число жителей. За год этот показатель вырос в три раза. Среди самых доходных профессий по-прежнему лидирует госуправление, военная безопасность, социальное страхование, финансовая деятельность, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также сфера образования. К примеру, наши учителя и преподаватели в начале прошлого года получали в среднем 15 тысяч, а в декабре уже 31. И зарплаты, и среднедушевые доходы заметно превышают уровень прожиточного минимума. Крымстат посчитал и его. Для трудоспособного населения показатель составил 10 тысяч рублей, для пенсионеров – 7 700, для детей – 9 600. Для всех, кто ищет работу, наша программа готова быть верным другом и помощником. На сегодня у меня две интересные вакансии в органах государственной власти. Первая поступила от Министерства сельского хозяйства. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности начальника управления земледелия и эфиромасличных культур. Требований несколько. Полностью они перечислены на сайте ведомства. Я назову одно из них. Наверное, самое главное – человек, претендующий на это место, должен быть агрономом по образованию. Вторую вакансию опубликовало Министерство имущества и земельных отношений. Им требуется ведущий специалист отдела конфиската. Для участия в конкурсе на эту должность у вас должно быть высшее образование и стаж гражданской службы или работы по специальности от одного года. Подробности на сайте mzem.rk.gov.ru. От всей души желаю вам удачи в соискании этих должностей. Продовольственная безопасность Крыма зависит не только от поставок с материка. Важнейшую роль играют местные производители. В 2015 году они не подкачали, и Крым довольно легко отказался от украинского продовольствия. В последующие годы следует закрепить успех. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на поддержку местного сельского хозяйства будет выделено 10 миллиардов рублей. Это позволит нарастить объемы производства и вывести предпринимателей из тени в легальное поле. Между прочим, в Крыму уже есть сельхозтовары, которые производятся с избытком. Так как они пользуются спросом на мировой арене, мы экспортируем их за рубеж. Например, это злаки и семена подсолнечника. В прошлом году выручка от продажи в другие страны сельхозсырья и готовых продуктов питания составила 17 миллионов долларов. При наличии государственной поддержки мы обязательно усилим свой экспортный потенциал. То, что Крым является полуостровом, накладывает серьезный отпечаток на доставку к нам товаров первой необходимости. Наш сегодняшний гость Максим Тюленев, эксперт по розничной торговле. С ним мы и обсудим географическое положение Крыма и как оно сказывается на сфере логистики. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Игорь. Расскажите, пожалуйста, откуда Крым в основном завозит продукты питания? С октября прошлого года основные поставки в наши магазины, в наши супермаркеты и в розничные рынки попадают как раз в материковой части России. Но производителями... Но местные производители тоже сильны? Местные производители определенно сильны. Скоропортящиеся продукты на наших полках в большинстве. Если говорить про молочные продукты, это местные производители. У нас очень сильно выступают в этом направлении Джанкойский, Сакский район, Симферопольский. Поэтому, если говорить о странах, то на упаковке, да, мы можем прочесть различные страны. Но если говорить о том, откуда они попадают к нам на полки, это в основном материковая часть России. Любимые абхазские мандарины тоже у нас есть. Конечно, они... И я даже больше скажу, кроме мандаринов, еще у нас появился такой замечательный фрукт, как фейхоа, который, да, совсем недавно начал... А он откуда привозится? Также из Абхазии. Да, эти продукты на наших рынках раньше я их не замечал, поскольку, видимо, было не такое количество. Сейчас, ввиду открытия в этом направлении, ну, скажем, свободного перемещения грузов в этом направлении, на наших полках появилась гораздо шире продукция с Абхазии. Но, кстати, украинские товары тоже попадаются. Как они поступают на крымские прилавки через российских дистрибьюторов? Дело в том, что вот на сегодня те продукты, которые есть в наших супермаркетах, среди скоропортящихся продуктов отсутствуют украинские продукты. Те продукты, которые есть украинского производства в наших супермаркетах, они выпущены в 2015 году еще до запрета ввоза со стороны Украины. И, собственно, попадали... Ну, а Россия с Украиной сотрудничала по целому ряду продукции, поэтому они могли... То есть они спокойно заходили на территорию Крыма с материковой России. Ну, мне частенько попадается продукция, которую поставил российский поставщик, однако произведена она была в Украине. Все-таки она завозится через Керченскую переправу через Россию. Так и было, совершенно верно. На сегодняшний день, как это происходит в... Ну, то есть продуктов 16... Производства 16-го года в наших супермаркетах украинских я пока не видел. Понятно. Расскажите, как сказываются на логистике проблемы с Керченской переправой? Я скажу, что в прошлом году, в 2014, в летом 2014 года все производители, супермаркеты, дистрибьюторы столкнулись с тем, что при закрытии Керченской переправы столкнулись с вопросом остатков на своих складах и на полках супермаркетов. Это был совершенно непродолжительный промежуток времени, поскольку предприимчивость наших дистрибьюторов и понимание ситуации супермаркетов научило нас делать достаточный запас для того, чтобы наш потребитель был обеспечен всем необходимым продуктом. А как сделать запас скоропортящегося товара? Скоропортящийся товар на поронной переправе на тот момент, по общей информации, проходил вне очереди. Этим регулировали запасы на полках в магазинах. Но на сегодняшний день работа паромной переправы, логистика, связанная с паромной переправой, она абсолютно приемлемая, как в России, как в общем-то было ранее у нас в Крыму. То есть ничего такого сверхъестественного не происходит. Но слава богу, это очень хорошо. Сколько я помню, за вот эту зиму всего несколько раз останавливалась Керченская переправа, так что проблем особых не возникало. Логистика из Москвы на сегодняшний день занимает порядка пяти дней. Вот за последние 12 месяцев, больше чем 5 дней, да, транспортная логистика, ну то, что мне известно, не занимала из Москвы до Симферополя. Хорошо, Максим. Большое спасибо, что пришли в нашу студию и ответили на вопросы. Удачи вам. Спасибо огромное. Глава Центробанка Эльвира Набиулина озвучила свой прогноз инфляции на этот год. По ее мнению, он составит 7-8%. Как видим, цифры невысокие. После всех потрясений наша экономика постепенно стабилизируется. Кстати, в прошлом году инфляция достигла внушительных 13%. А на рекордно низком уровне за последние 15 лет она была в 2011 году 6%. Хочется верить, что рост цен в Крыму больше не будет превышать общероссийские показатели. Для нашей молодой экономики это очень важно. На этом у меня вся информация на сегодня. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова